приветствую вас дорогие друзья с вами Иван Кузнецов в этом видео уроке мы рассмотрим 4 простых упражнения для стоп которые займут у вас от силы 5 8 минут мы детально разберем каждое упражнение рассмотрим режимы тренировок я надеюсь вы готовы тогда рекомендую вместе со мной выполнять эти упражнения забыл сказать одну важную штуку снимать я буду свои ноги стопы чтобы вы четко могли видеть то что происходит на экране я думаю что ничего страшного не произойдет если вы 5 минут посмотрите на свои ноги да еще один важный момент этот урок это фрагмент из другого большого урока из нового тренинга опора 2.0 лесового цвета который я снимаю на данный момент поэтому это могу что-то говорить какие-то другие примеры приводить не обращайте внимание это фрагмент из уже заснятого урока так что меньше лишних слов и приступаем к занятию и так дорогие друзья снова мои ноги и мы начинаем изучать первый тип разминки я напоминаю что разминка это набор упражнений которые выполняются до начала тренировок сперва мы делаем этот набор упражнений и только потом приступаем к основной тренировки разминка отлич отличается от основной тренировки не самими упражнениями есть подчеркиваю не сами упражнения а именно интенсивностью выполнения упражнений задача разминки разогреть а не нагрузить потому что до тренировки наша психика и тело находится скажем так слегка за траможным состояние и сейчас нам нужно его немножко разогреть локально причем это у нас будет локальная разминка я надеюсь это понятно упражнение в разминке и в основной части могут отличаться друг от могут отличаться друг от друга а могут быть идентичными главное не то какие это упражнения а то сколько раз в каком повторении в какой последовательности мы выполняем данное упражнение я надеюсь с этим понятно и так готовы значит у нас первый тип разминки для тех у кого нет проблем со стопой точнее либо они есть но это не лишний вес это не косточка это не пяточная шпора при остальных проблемах можно делать разминку для данную разминку для стоп и так значит эту данную разминку необходимо делать вместе со стулом стул нам необходим для опоры опора когда мы сейчас вы увидите почему для равновесия так исходное положение у нас будет четыре исходных положения первое будет на полу пальцах второе будет на пяточках третье будет на внешней стороне стопы вот таким вот образом косолапо и четвертое будет на внутренней стороне стопы вот так вот еще родок будут полупальцы будут пятки внешняя сторона по сторона стопы внутренняя сторона стопы и для равновесия нам нужен стул упражнение очень просты мы поднимаемся на полупальцы опираясь на стул перенося вес тела корпуса вперед и начинаем перетаптываться ножки быстро раз два три четыре пять шесть семь восемь потом мы переходим на пяточки и повторяем то же самое на пяточках раз два три четыре пять шесть семь восемь потом на внешней стороне стопы 1 2 3 4 5 6 7 8 и на внутренней стороне стопы 1 2 3 4 5 6 7 8 и затем повторяем еще раз на верхней 1 2 3 4 5 6 7 8 и На пяточках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На внешней стороне стопы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На внутренней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы делаем в среднем по 4 движения на ногу. Вы можете сделать в 2 раза больше. Тогда это будет выглядеть так. На полупальцах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На пяточках 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На внешней стороне стопы 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На внутренней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вы можете делать этот набор упражнений для разминки. Либо, скажем так, побыстрее, либо помедленнее. Показываю побыстрее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Либо можно сделать это помедленнее. При этом ваши ноги остаются прямыми. На полупальцах ножки прямые, на пяточках ноги прямые, на внешней стороне стопы ноги прямые, на внутренней стороне стопы ноги прямые. Еще раз, полупальцы ножки прямые, пятки ноги прямые, внешняя сторона, внутренняя сторона стопы, ножки остаются прямыми. Естественно, не забывайте, что когда мы переходим на полупальцы, мы вес подаем вперед, опираемся на стул. Не пытайтесь стоять, опираясь на мизинцы, раскрывая пятки вовнутрь. Когда мы стоим на полупальцах, мы стараемся стоять больше на больших пальцах. Поэтому эту разминку я не рекомендую делать при вальгусной деформации стопы. Ну и, соответственно, при пяточной шпоре. Я надеюсь, с этим понятно. Если с этим понятно, тогда мы притурим к изучению специальной разминки при вальгусной деформации стопы, при пяточной шпоре. Если у вас большой избыточный вес, лишний вес, эта разминка также подойдет. Ну и эта разминка следующая подойдет, если вам тяжело делать предыдущий набор упражнений. Надеюсь, вам урок понравился. Обязательно напишите в комментариях под этим видео, делайте ли вы эти упражнения или не делайте. Будете ли вы их делать в будущем или не будете. А если да, то почему. А если уже делаете, то какие результаты у вас уже действуют. И вообще, какие упражнения вы используете для тренировки стоп? Если вообще вы стопы целенаправленно тренируете. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если видео вам понравилось, поставьте ему большой палец вверх. Поставьте ему лайк. Подписывайтесь на наш видеоканал. Подписывайтесь к нам в группу в социальных сетях. Там регулярно публикуются новые свежие статьи и уроки. Больше полезных видео для здоровья стоп. При различных заболеваниях. Вальгусная деформация, пяточная шпора, плоскостопие, мозоли, натоптыши и прочее. Растяжение голеностопного сустава и травмы стопы. Все видео с полезными упражнениями. Многие видео с полезными упражнениями. Будут в тренинге опора 2.0. Это тренинг целенаправленно предназначен для решения проблемы со стопой. С разными проблемами. С помощью простых упражнений, которые занимают от силы от 10 до 15 минут в день. Поэтому следите за рассылкой, если вам интересна эта тема. О всех анонсах, новых тренингах и новых уроках я сообщаю в нашей e-mail рассылке. Слитесь за ней. Если вы еще не подписались на нее, обязательно подпишитесь. Все ссылки я оставлю в описании. Большое спасибо за внимание. С вами был Иван Кузнецов. За кадр помогала Тсения Кузнецова. И увидимся в новых уроках. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»